Всем привет! В комментариях ко мне поступила просьба сплести браслет Gexafish. С удовольствием спешу ее выполнить. Должна признаться, что в этот раз я сильно не заморачивалась над узором и брала просто те резинки, которые были под рукой, как попало, хватала их и одевала на вилки. И, если честно, я не запомнила, сколько именно резинок мне понадобилось, но вы сами видите, что браслет плотный и широкий, поэтому резинок нужно будет, понадобится много. Наверное, может быть 150. И, конечно же, не забываем про застежку. Еще, конечно, хочу предупредить, что браслет не для начинающих. Он не такой уж и сложный, но в нем просто есть такие нюансы, с которыми лучше не начинать, потому что тогда вам отобьет все желание заниматься вот этим творчеством. Так что браслет для опытных бойцов. Работаем мы на вилках и крючок нам понадобится сегодня. Начинаем мы с основы, которая состоит из шести черных резинок. На самом деле цвет, конечно же, не важно. И я хочу сразу предупредить, забежать вперед. Эти резинки мы потом все равно обрежем и выкинем. Поэтому, ну, только вот эти шесть, не все, конечно. Поэтому возьмите те, которые вам меньше всего нравятся, и не думайте о цвете. Да, они все равно потом исчезнут. Как вы видите, я взяла первые две резинки, я делала форме восьмерок на противоположные зубцы по краям. А теперь я еще одеваю на каждую вилку по две восьмерки. Да, одна на три зубца слева края, и вторая на три зубца справа по краю. Идем дальше. Резинка одевается просто на все вилки в форме буквы О, еще одну, и теперь начинаем плести. Здесь будьте внимательны, да, нужно зацепить сразу две резинки, да, два слоя, и поднимать их, во-первых, с каждого уголка, да, во-вторых, со срединки, и в середине это получается через два зубца, да, а не через один. Вот, смотрим еще раз. Уголок, серединка, Берем следующую резинку, и теперь мы поднимаем нижний слой, и на этот раз мы только одну поднимаем, да, не две, а только одну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, и в таком духе мы продолжаем, пока не дойдем, нам нужны нам длины, да, одеваем резинку одну и поднимаем самый нижний слой, не забывая следить за то, чтобы поднимать с каждого уголка и с каждой серединки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, обратите внимание, мы с вами сидим здесь уже 6 минут, болтаем, продвинулись мы совсем недалеко, да, браслет еще совсем короткий, то есть, конечно, это красиво, но нужно запастись терпением, оно того стоит. Вот, теперь браслет почти готов, и его нужно застегнуть. На этот раз здесь будут нюансы, поэтому объяснять буду подробнее, чем обычно. Одеваем сначала очередную резинку, а теперь, так же как в начале, мы поднимаем сразу два слоя, а не один. Таким образом, на наших вилках остается только одна фиолетовая резинка, но она натянута на разных шести зубцах, и их нужно будет сначала собрать всех в кучу, да? Вот, для этого нам понадобится еще одна резинка. Но сначала, сначала мы с уголков снимем эти петельки и оденем на срединку. Теперь внимание, мы идем вот так вот по кругу, да, против часовой стрелки. Я сняла с уголка, и я пошла не в средину, да, а пошла на следующую вилку. Вот. Вот, теперь очередь следующей резинки. Она одевается у нас вот так вот на уголки и на срединку, да, противоположной получается. Поднимаем. Поднимаем сразу две. Два слоя, да, только желтый остается. Вот. Эти мы снимем. Вот. На крючке у нас получилось три петельки. И мы можем застегнуть. Вот. Все готово. Теперь то же самое мы сделаем с другого конца. Я потом показывать не буду. Я покажу, как обрезать черные и одеть наш браслет обратно на вилки, да, с другой стороны. Для этого я взяла свою штопательную иголку, но вы можете это сделать крючком, вы прекрасно справитесь. Мы поддеваем те две резинки, которые у нас находятся сразу под черными. И одеваем их обратно на вилки точно так же, как в том же порядке, как мы делали все время, да, на каждый уголок и на серединку. Вот. 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 Когда будете обрезать наши вот эти вот резинки основы, то нужно быть очень осторожным. Во-первых, не порежьтесь, а во-вторых, не порежьте случайно те резинки, которые нам нужны. Отрезать нужно только те шесть резинок, которые мы одевали в начале. Я вас предупреждала, что они потом уберутся, а не просто вспомогать. Все, теперь мы видим уже знакомую картину и здесь мы застегиваем точно так же, как мы застегнули с другого конца. Я даже не буду показывать, если вы вдруг не помните, то просто отмотайте видео немножко назад и посмотрите еще раз. Я надеюсь, что урок был полезный. Я очень вам желаю, что у вас все получится. Не забывайте оставлять мне свои комментарии, ставьте мне большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно включайте меня еще. Прощаюсь до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok